Добрый день! Я хочу сегодня продолжить наше начинание, нашу энциклопедию философский словарь. И в качестве понятий, терминов, которые я хотел бы сегодня рассмотреть, это понятие термин термин, термин, ну и заодно понятие определения. Значит, как обычно заглядываем в словари различные, вот загляну в два философских энциклопедии. И самое интересное, что определение, дефиниция от латинского definition, ограничение, логическая операция, раскрывающая содержание понятия. Открываю другую энциклопедию, то же самое, дефиниция, definition, предел, граница, логическая процедура придания строгой фиксации смыслом терминам языка. То есть, одни про понятия, другие про термины. Ну, в принципе, если рассуждать вообще, наверное, что в лоб, что по лбу, но все-таки, наверное, это существенное различие. Что мы определяем? Термин определяем или понятие мы определяем? Вот. Значит, я покопался в каких-то своих старых записях, и вот сейчас позволю себе, как я иногда делаю, просто коротенькие заметки на тему определения. Тут были споры по определению философии, и вообще, что такое определение, определение, определение мышления. Ну, значит, вот короткие заметки. До какого-либо обсуждения, что такое определение, я бы крупными буквами на всех философских и не только заборах написал, не бывает правильных определений. Определение — это прежде всего и только проведение границы, ограничение значений использования того или иного термина в конкретной логической системе. Ну, типа, как в математике. Эту величину будем записывать как х, а вот эту как у, чтобы дальше все знали, что и как обозначается. Не бывает определений просто так, вообще. Это значит, что ни в коем случае не надо путать определения с энциклопедической или словарной статьей. Это совершенно разные понятия из разных областей. Энциклопедическая статья должна просто отразить все разнообразие значений слова, все варианты его использования. Однако, к сожалению, большинство трактует понятие определения именно как энциклопедическая статья, то есть думают, что определение может быть верным, полным, исчерпывающим, самодостаточным и пры. А определение, повторю, является лишь фиксацией значения определяемого, просто даже по смыслу самого слова определения. Дело не чего-то определенным, фиксированным, ограниченным, отличным от другого. Что такое определение? Это вопрос не философский, а прагматичный, даже бытовой. Дать определение значит указать, чем один объект отличается от другого, так, чтобы их можно было различить. И не просто абстрактно, вообще, а в конкретной деятельности, или если речь идет о науке или философии, то в конкретной теории. Наверное, именно понимание определения как полного описания предмета не дает людям спокойно жить. При виде любого определения они вскакивают, а там не отражено еще это, и вот это, еще вот это. Неужели они серьезно думают, что это в принципе возможно в нескольких словах, предложениях зафиксировать содержание целой сферы собственной деятельности? Именно поэтому обычно я стараюсь не употреблять термин определения. Просто пишу, используя термин в таком-то значении. Определение философии. При этом еще существенно понимать, что нет правильных определений по определению. Определение — это ограничение использования термина в некоторой конкретной системе. А поскольку возможных систем множества, то определение будет не конечное число. К примеру, можно поставить перед собой задачу определить, кто есть философ в психологическом плане. То есть указать критерии развлечения философов от эмпириков, мистиков, поэтов. Перечислены условные психологические типы личности, противопоставленные философскому типу. В результате можно получить вполне рабочее определение классификации психологических типов и даже сделать на его основе некоторые заключения в специфике философии. А можно оставить в стороне субъективное различие философов-нефилософ и свои личные представления о собственной философской деятельности и попытаться сформировать определение философии как элемента сферы познания. То есть провести однозначную границу, насколько это возможно, между философией, наукой, искусством, религией, мистикой. При этом прекрасно отдавая себе отчет, что это будет не определение философии вообще, не некое правильное исчерпывающее определение, а просто рабочее определение фиксации разграничения существующих познавательных деятельностей. Зачастую путают определение термина, понимаемое как исчерпывающее описание, и определение как ограничение по значению использования то есть словарную юрискополитическую статью и с фразой «я применяю этот термин в том конкретном значении». Проблема с взаимопониманием чаще связана именно с непониманием этой границы, с непониманием, что у термина может и должно быть множество значений в разных областях, в разных уровнях рассмотрения, с непониманием того, что в конкретной дискуссии, в конкретном тексте может быть только одно определение, фиксирующее одно значение, а не несколько возможных вариантов. Поэтому существует корректный выход из тупика, связанный с вопрошанием определения. Ответ по форме «я», конкретно «я» именно в данном разговоре текста использую такой-то термин в таком-то значении и в таких-то границах. Такой ход призывает собеседника обозначить и их значение, после чего в большинстве случаев появляется отсутствие предмета разногласия. Становится понятно, что «спорт» терминологический и его участники одним словом обозначают разные понятия. Хорошо. Вернемся к самому началу. Что же мы определяем? Какие-то возражения принимаются? Допустим, если в определении нарушивают требования логичности, допустим, в одном месте говорится квадрат, а в другом месте говорится квадрат. Это будем осуждать еще. Это понятно. Что такое правильное определение? Соответствующее неким логическим критериям. Правильное правильное определение применение. А, Влад, в данном случае логически правильно, грамматически правильно, стилистически правильно. Это не обсуждается. Это как же мы его обсуждать, что допущено, я думаю, что те люди, которые empieza в aklopede пишут, в машине должен быть правильным, они именно это имеют в виду. Нет, 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 не, я этого не имел в виду. Не Vinay, Nasıl вы говорите, что по определению определению не может быть правильным? fazer Не может быть правильным? Когда говорят о правильности. Имеет в виду глобическую, грамматическую и прочую правильность?latологическую. Теперь по поводу полноты. Опять же, тоже возражение, как же можно определить, кто-то из собаки. Собак – это те, у кого есть хвостик, собак – это те, у кого есть латки и те, у кого есть глаза. И что, определили вы на собаку? Нет. Бывает. Или, может, подобие, как собаки , вот какие-то... Бывает собаки какие-нибудь там... Как-то... Или мухоползущая... Можно сам определить непонятно как. Об этом мы еще будем говорить. Вопрос, здесь же понятно, о чем речь. Это слово понятно, но не относится к философии. Нет, 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 была такая дисциплина, где надо все как бы выговорить. Естественно, естественно. Дело в том, что эти фрагменты вырваны из каких-то дискуссий, где уже этот вопрос решен. И вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Я же не утверждаю, что можно дать определение какого-то понятия, просто назвав область, к которому она относится. Нет, конечно, то есть нужно достаточное определение. Нет, подожди, вот Булат говорит следующее, что может быть нет правильных определений, но есть правила в составлении определений. Да, да, конечно, конечно. И можно им соответствовать. Конечно, конечно. Скажем, если сказать, что... Нет, 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 Булат. Если сказать, что собаки это те, кого лечат собачьи клиники, это будет как бы... Булат, давайте эту тему закроем. И полнота тоже так же определяется. Нет, Булат, давайте эту... Определение может не исчерпать самое то, что определяется, да? Как бы... Булат. Определить часть. Тема. Значит, у нас так. Правильное... Что такое правильное определение? То есть, вернее, нужно разделить две... Есть, как бы... Многие люди считают, что есть единственное правильное определение чего-то. Вот если мы его дадим, мы получим вот на все века и во всех энциклопедиях пропишем его. Я про эту правильность имел в виду. А то, что любое определение, хоть их 10, должно быть логически правильно, грамматически правильно, стилистически правильно и исчерпывающее для данной темы... То есть, скажем, в некоторой теме собаку достаточно определить как млекопитающее, как вид млекопитающего, да? Вот. В другой теме собаку нужно будет определить гораздо подробнее. То есть, полнота должна... Полнота определения, естественно, должна быть. Это тоже входит в правильность. То есть, если я, скажем... Вот я приведу пример попозже. Даже корректность не надо... Корректность, корректно. Она... То есть, да, корректность всегда должна быть. Но там мысль была такая, что не может быть одного единственного правильного определения. Что твое определение неправильное, оно корректно, но неправильное. А мое корректное правильное. Ну, давайте все-таки это... Вопрос, а я не могу сказать. А вот пояснить значение слов в определении и терминах. Это, конечно, будет об этом разговор. Ну, кстати, тут сразу можно заметить, что вот эта корректность в смысле полноты, да, которая определяется контекстом там обсуждаемого вопроса, теории, она подразумевает, что вот этот горизонт обсуждения, он уже известен, он дал, он отчеркнет как бы до всякого определения. Да, конечно. То есть мы, приступая к разговору, скажем, на уровне психологии о чем-то, мы понимаем, что мы должны оперировать только психологическими терминами. Да, но если мы то же самое понятие берем в рамках философии, то это будет другое определение. Понятно, но ведь все эти контексты, да, психология, философия, они точно так же требуют определения? Нет, не обязательно. Ну как? Но дело в том, что... Мы как будто их знаем сами по себе? Я понимаю, к чему вы ведете. В данном случае мы действительно понимаем, что не придя на конференцию по психологии, мы не будем, каждый выступающий не будет определять. Или придя по конференции по нейрофизиологии, или по медицине, каждый выступающий, выходя на доказательство, не будет говорить, сегодня я буду выступать... Я замечу в скобках, да, когда вы спорите с Булатом об определении сознания, вы расходите именно в понимании философии как контекста. Он считает, что философия это одно, и ваше определение, оно просто как бы где-то в стороне находится от философии, оно психологично, оно было, знаете, какое. Но это не философское определение, потому что оно вообще как бы ни по философски в Булатине отвечает. Здесь нужно, конечно, на философии сделать большую скидку, что если, скажем, мы имеем, говоря о медицине, о психологии, нейрофизиологии, мы имеем довольно четкие границы. Довольно четкие. А философии нет четких границ, и каждый философ их проводит по-разному. То есть это мы знаем, то есть мы с этим должны мириться, что если мы возьмем марксиста, он проведет свои границы где-то, если мы возьмем экзисталиста, другие границы философии, аналитика философии, он в эти другие границы проведет. Поэтому здесь есть еще нужно договориться, не просто нельзя говорить вообще философское определение. Вообще философия не может вообще философского. А могут быть только какие-то терминологические определения, какие-то терминологические каноны внутри конкретной теории, конкретного направления, которые не признают, мы знаем, что они не признаются в других направлениях. Видите, как получается парадоксально тогда, если мы, допустим, очертили один канон, аналитическая философия, то если покопаться и некой компаративистикой позаниматься, то скорее всего выяснится, что все определения, которые дают, допустим, тому же сознание, они все одни и те же. Понимаете, что вот сам контекст таким образом очерченный, он однозначно определяет, что будет определённым. Конечно. Нет. Кстати, в той же аналитической философии три-четыре определения различных. Вот, там нет одного. Нет одного. То есть в той же... А вы еще хотелось бы по поводу Маукиного, допустим, или Крон Маукиного. Была, была. Давайте... Нет там никаких разночтений. Есть разночтения у ученых, они спорят по поводу, как определить их. Была, была. Значит, есть, естественно. То есть, вот меня всегда удивляет вопрос, когда мы начинаем что-то обсуждать, на любую фразу найдется «но». Естественно, в любой науке есть то, что определён настолько однозначно, что не возникает. А есть то, что по-разному. Вот. И, кстати... Вы говорите, что... Нет одного на вперед-задом... По-моему, в науке вообще никогда об определении... Нет, 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 Булат. Нет, Булат, давайте так. Вообще нет спора по определению. Нет, нет, есть. Нет, не про определение. Булат, допустим, я беру электродинамику и обычную, да, и квантовую. И электрон там будет определён по-разному. Но одно другому не противоречит. Конечно, не противоречит. Да нет, при чём... Вопрос противоречия возникает... То есть вопрос противоречия — это отдельный вопрос. Но в данном случае... Как вы сказали, собака млекопитающая. Это просто достаточно, допустим. Достаточно, да. Достаточно. Можно как бы уточнять. Можно уточнять, конечно. Кто ж нельзя. Так же и различные определения электронного рынка, динамики, как бы, и хлам. Нет, Булат, к этому мы вернёмся. Давайте, Булат, Булат, мы ринулись в бой. Мы ещё даже... Я не собираюсь даже вспомнить. Просто я там уточняю. Мы сказали, что не бывает правильного определения. Не бывает. Есть какой-то всё-таки... Нет, я извиняюсь. Я беру свою... Мы уже выяснили, что в данном слове правильное. То есть оно там в тексте прозвучало так. Единственное верное. Да, не бывает единственное верное определение. Теперь, оказывается, на это что бывает всё-таки. Не бывает. Но в науке. Но не бывает. Но наука работает тогда. Наука работает только так, что конкретное определение работает в данной конкретной теории, а не вообще. То есть, когда я определяю непересекаемость прямых в одной теории, это одно, непересекаемость в другой, это другое. Есть, конечно, однозначные, но мы говорим в общем случае. Мы сейчас рассматриваем не частные варианты. Общий случай – это и плохо говорить, потому что если общему случаю можно возразить конкретным примером, это означает, что общий случай невидимый. Было одно определение электрона в электродинамике, потом как бы его уточнили, и стал… Была частица, потом стал… Была, была. Давайте продвинем дальше, потому что это будет в тексте, в теме. Мы сейчас перескочили. Значит, я отметил, что у нас есть два подхода вообще к пониманию, что такое определение. То есть, одно – это определить слово. Вот в словарях у нас слова. Электрон – там слово. И мы перечисляем все значения под один, два, три. Мы ищем некое интегральное определение, описывающее все, что только может связано с этим словом, и указываем ряд понятий, которые обозначаются этим словом. Электрон – это и янтарь может быть назван, и электрон – это может быть и элементарная частица, и электрон – это может быть телевизор марки. То есть, это одно направление. Мы берем слово и перечисляем все его значения. И есть противоположное, абсолютно противоположное этому, дифференциальное, ограничивающее, уменьшающее до минимум сводящее понятие определения – это когда у нас есть некое понятие. Вот я начинаю рассказывать о какой-то теории. Я ввожу некое понятие, как-то его какими-то способами, непонятно какими способами пытаюсь определить, отделить от других понятий. И потом говорю, и вот это понятие я буду называть этим термином. Я буду называть этим термином. Это понятие не является определением этого термина. А просто говорю, этим термином буду. Вот как, скажем, рассуждая о понятии данность мира, электрону, молекуле. Вот как-то они по-разному, мир. Я понимаю, что есть какое-то понятие, которое у нас ни в философии, ни в науке не названо. Я ищу, объявляю конкурс, ребята, предлагайте слова. Вот я чертил, что нужно, вот когда человеку дано что-то, ну скажем, в некоторых психологиях называют это сознанием. Я не могу применить сознание, что к электрону. Нашли термин умбельт. То есть вот ситуация, есть понятие, то есть мир той сущности, в которой она живет. То есть, скажем, у нейтрона мир гравитационный только, а у позитрона мир еще электромагнитный. То есть они в разных умбельтах. Вот типичный случай, когда подбирается... Или потом я понимаю, что вся сложность не сосредоточена в пространстве. Что есть некая сложность, распределенная где-то, которая не фиксируется в пространстве. Я ищу термин, как назвать. В первой книге я назвал это распределенной во времени сложность. Не подобрал термин. А второй нашел. Темпорально стал этим называть. Потом смотрю, на темпоральность плохо реагирует. Значит, вернулся, сейчас в большей степени так... Событийная сложность называю. Ну, это и правильная событийная сложность как бы совместно. То есть у нас совершенно две разные задачи. Одна задача это дать определение слову. И вторая задача подобрать термин. Термин это служебное слово в теории. Или в некой области. Вот термин, когда мы обозначаем термином некое понятие, а понятию мы даем определение в данной теории. И даем его максимально достаточное. Не больше, не меньше. Мы должны просто очертить. То есть, естественно, что такое умвельд. Мы должны долго-долго рассуждать. И, скажем, на протяжении огромной статьи или целой книги в конце человек поймет это понятие. Ощутит. Но изначально нужно дать маленькое определение, чтобы показать, вот об этом я буду говорить. Вот об этом. И вот это я буду означать термином. Можно даже, чем термин отличается от слова именно в науке или в философских теориях, что я могу заметить на другой. Безболезненно для теории. Я могу его назвать буквой А. Просто. Понятие А. И рассуждать на протяжении всей книги про понятие А. Как я делал доклад в прошлом году про А и Б теорию времени. Ну, там есть у них термины, которые называют, но они просто говорят А и Б. Вот. То есть, термин взаимозаменяемый и может обозначаться символом. Ну, как и в математике, мы что, мы называем некую переменную или, скажем, это процедура определения переменных в программировании. Мы определили вот этими словами, дальше ими пользуемся. Как-то обозначив, что это такое. Иногда это понятно, иногда непонятно. Вот. Значит, что еще? А термин это всегда формально вводимая вещь? Всегда формально вводимая? В естественном языке он циркулирует термин. Если это теория, то мы всегда должны формально ввести... Если это теория, то мы ввести... Да. Нет, там нет терминов. Я сказал точно, термин это специальное слово в теории или в некоторой области. Я считаю, что понятия в языке есть. Понятия есть, терминов нет. В терминах нет. Ну, скажем так, вот есть... А говорим мы на каком языке? На формальном? Ну, на нашем языке говорим. Нет, Влад, я сейчас поясню. Вот, скажем, табурет, табурет, да, это слово в бытовом языке. А в языке столяр это термин. Потому что он имеет вполне... То есть, мы можем его в языке использовать... Ну, так приблизительно все, но термин... Или, скажем, доска. Вот лучший пример. Доска. Для нас доска. Все что угодно доска. А вот представьте себе, что этот столяр стал называть как бы табурет просто А. А. Вот. И к нему приходит там заказчик и говорит, сделай мне табурет. Он не понимает, о чем ты говоришь. Или наоборот. Ну, это понятно. Он вешает объявление. Нет, подождите. Он вешает объявление. Я делаю А, Б и С. И к нему никто не идет. Понимаете? Или он, допустим, должен научить ученика. Ученик уже должен знать, что А это табурет. Ну... Вы поймите, что... Я сейчас сформулирую, да? Хорошо. То, что вы предлагаете, звучит очень хорошо. Я этого не предлагаю. Нет. То, как вы описываете ситуацию, да? Что мы можем выбрать любой термин и его использовать. И, в общем, как бы это взаимозаменяемое слово, оно не важно. Вопрос весь в том, что весь сложность, всю сложность вы опустили, и она осталась на стороне того, как мы приближем этому А значение. Нет. Давайте я продолжу эту сложность, которую я якобы опустил. Значит, у нас вообще есть проблемы с определениями. Какие проблемы? Я немножко чуть пораньше начну, потом приду к этому. Первая проблема – это, скажем так, техническая, грамматическая, стилистическая. Сформулировать понятие, о котором мы говорим. То есть описать этот табурет правильно. С помощью чего? С помощью слов. Что табурет – это предмет мебели для сидения без спинки, твердый. Ну, например, предмет мебели мы уже как-то знаем. Табурет – это легко описать, а осознание. Нет, нет, было. Главное – те слова. Так нет, было. Естественно, что есть сложности. Я же не говорю, что все безусловно. Я говорю, вот первая процедура, когда мы вводим определение в теории какой-то… Давайте даже не будем обсуждать здесь сложности. Мы будем обсуждать возможность и невозможность. Вот нам нужно обсуждать возможность или нет. Скажем так, поскольку существуют теории, поскольку они существуют, то это значит, возможно, и люди так ли, сяк ли, удачно или неудачно вводят эти определения. И они обязаны это сделать для того, чтобы определить то понятие, о чем они говорят. То есть нельзя просто говорить о чем-то. Если теории существуют так, как вы описываете. А теории так и существуют, так они описывают. То есть скажем так, есть всегда пограничные случаи, которые очень сложные. Давайте говорить о тех случаях, которые хрестоматийных. Мы сейчас занимаемся… Это словарик, философский словарик. Мы не занимаемся исследовательской работой, а мы занимаемся исследованием того, как оно бытует в хрестоматийном виде. Это в математике как бытует? Нет. Даже в физике не так. Да и в физике. Даже в физике не так. Есть сложности всегда. Были попытки семантически вот так выстроить какую-нибудь научную теорию? Дать определение тех понятий, которые там используют за электрон, ни одной попытки состоящейся не произошло. Давайте я скажу так. Что и не может быть. И не может быть. Здесь же вопрос, о чем мы говорим. Мы говорим, есть две альтернативы. Если этого не получилось, давайте этого не делать. Так и не делают. Физики никогда так не строят. Теории свои. Физики… Нет. Опять же, не нужно путать. Не нужно путать. Позитивизм. Позитивизм. Не нужно путать. А как бы мы математику, я согласен. Математику существует так. Но любая наука, которая хоть как-то апеллирует, говорит о том, что она будет нам что-то сообщать о реальности. Физика, там, не знаю, любая там, социология, там еще… Антон, давайте вообще немножечко обсуждение… Хорошо. Как бы сделать не будем марку. Да, потому что, скажем, на прошлом семинаре вольность вам была практически минут сорок без перебивания была. Ну… Ну там… А его потому что не было тогда. Был, был, был. А, вначале не было. Не-не-не, он опоздал на выступление Игоря. На выступление Игоря. А на моем он был с начала и до конца. Ну да. То есть, вопрос в том, что давайте этого и не будем делать. И… Либо от того, что это сложно и невозможно. Это невозможно. Построить… Вот позитивистский проект невозможен. Так. Невозможен. У меня, кстати, вывод был не такой, что не надо давать определения. Я сказал, что надо их давать. Просто в них другой смысл. Они работают по-другому. Вот и все. Это я вернусь к тому, что мы обсуждали. То есть, я… Вот мы сейчас, сейчас обсуждаем разные проблемы. Абсолютно. Абсолютно. Я поясню. Потому что вы обсуждали тогда определение слов. Определение слов. Разговор о понятиях в рамках конкретной теории не было. Не было. Не было. Надо как-то указать. Нет. Это понятно. А я разговариваю, я в данном случае разговариваю о понятиях в рамках конкретной теории и о назывании их словами. То есть, о приобретении термина. Так вот, да. Сначала мы должны сформулировать очень строго, сложно. Очертить то понятие, ограничить, о котором мы будем говорить. И использовать грамматические, стилистические и логические все правила. Чтобы оно было правильно. При помощи чего? Языка. Ну, конечно, языка. Но давайте вот эту банальность, что здесь всегда язык. Не обсуждать. Здесь не просто всегда язык. Он как бы даже уже понимает, что нам ограничено. Он, естественно, он всегда не тот. Давайте, понимаете, у нас получается так, что о чем бы человек ни говорил, мы всегда можем добавить, а это не всегда так, а это не всегда точно, а это в других областях бывает по-другому, а есть еще исключения, которые вообще перечеркивают это. Это банально, это всегда так. Поэтому мы над этим уровнем поднимаемся немного. Вот. Какой основной принцип? Основной принцип получения правильного определения в теории, в рамках теории для обозначения некого понятия. Это когда мы убираем термин, убираем слово, ставим вместо него х, ставим тире, пишем это и пишем вот это. Ну, скажем, к примеру, мы берем х – это предмет для сидения без спинки твердый. Хорошее определение, потому что все понятно было. Берем другой пример. Х – это структура соотнесенности. Саша, понятно, что такое структура соотнесенности? – К чему отнесли структуру? – Термин какой? Термин какой-то термин? – Сознание. – Влад, какой? – А? – Влад, понял тоже, какой термин был икс? – Нет. – Вот. Значит, я теперь поясняю. Это определение, которое дал Антон сознанию. Значит, с этой точки зрения оно немножко некорректно. Потому что, если ты не упоминаешь сознание… – Так он и не определял просто… – Нет, он написал это… – Определение упадешь? – Да, да, да. – Нет, нет, но в прошлый раз… – Есть понятие, действительно, определение как определение? – Нет, нет, нет. – А есть некая попытка вы пересказать? – Нет, нет, это было сознание, это вот так и было написано у него. – Но не здесь, не на прошлом семинаре. – Нет, не на семинаре, это в комментариях было. В комментариях к семинару. – Опять же, я как бы использовал это в своем смысле определение. Когда я беру сознание, беру структуру соединенности, сталкиваю их, и они вместе рождают некий смысл. Вот, в моем смысле это работает. – А то, что мы теряем, когда теряем сознание, это понятно вам? – Да, конечно. – Мне непонятно. – Нет, Булат. – Ну, во-первых… – Бринги? – Нет, нет, нет. – Во-первых, Булат, это не определение. – Ну, у него долго. – Нет, нет, я никогда не говорил, что это определение. – Ты кого бы тоже не говорил? – Нет, говорил, что определение. Он конкретно писал, определение – это. Это. Он четко говорил, я этого никогда не говорил. После того, как сказал, что определение невозможно, да. Вот. Вот. Значит, и после этого, возвращаясь к разговору, после того, как мы получили вот эту формулировку, которая, в принципе, должна быть понятна в рамках обсуждаемой темы, да, мы начинаем подбор термина. Поэтому это, конечно, условность, что можем любым назвать. Конечно, принцип подбора термина, это прежде всего, чтобы он наиболее точно моему пониманию соответствовал, чтобы я вот как бы чувствовал. Но еще второе, наиболее важно, я трачу огромные усилия и задумываюсь, и просматриваю все возможные использования этого слова, прежде чем принять его как термин. Как его будут понимать другие? Это тоже неваловажно. То есть, и поэтому, естественно, если пользуется всеми правильными этот столяр, он никогда не называет «а». Вот. Но если, скажем, философ, который создает теорию «а» и «b», теорию времени, и он понимает, что если он применит термины какие-то, они собьют толку людей, собьют, они сразу начнут что-то думать свое. Вот у меня был такой пример, я писал статью про адаптацию сознания, разум, рассудок, интеллект. Вот. Я хотел назвать «а», «b», «c» и «d» понятия, чтобы не вызывать ни у кого никаких эмоций по поводу «ах, это не так, а я по-другому думаю». Вот просто описываю соотношение некоторых понятий, выстраиваю некую иерархию понятий, вот их соотношение, и тогда человек задумывается, а что это, как смотрит, тогда лишнее. То есть иногда бывает лучше «a» и «b» назвать, а иногда лучше подобрать то слово, которое максимальному количеству людей будет указывать именно на это понятие. Вот. Иногда действительно лучше не использовать слово «сознание». Можно не использовать. То есть вот как мы поступили в некоторых обсуждениях, заменили его, но перцептивное поле. Но ненадолго. Нет, почему надолго? После этого я всегда говорю перцептивное поле. Иногда сокращаю, но когда уже понятно, о чем я говорю. Могу сокращать до «a». Могу сокращать до «a». Вот. И напоследок, напоследок, я хотел бы все-таки вернуться к предыдущему обсуждению, которую провел Антон, и ответить на конкретные слова, которые там прозвучали. То есть я... Нет, а замечание по поводу предыдущего. Что? А, давайте обсуждать. На самом деле, понимаете, складывается такое впечатление, что вы считаете, что любая теория, как бы, да, это вот некого рода, во-первых, образец какого-то знания, да? Нет, не считаю. Во-вторых, как будто бы она изолирована. Нет, не считаю. Влад, опять же, мы возвращаемся к тому, что я сейчас... То есть, скажем так, в теории может и не быть определение. То есть пафос моего выступления заключается в том, что если мы говорим об определении, то мы говорим либо об этом, энциклопедической статье, определении слова, да, либо мы говорим о неком выделении, ограничении понятия и присваиваем ему термин. Это не обязательно должно быть. Многие теории, то есть упоминаемый Хайдеггер, не делал этого. Практически много вещей нету, скажем, тоже Гегеля. У него не вводят понятия противоречия. Просто не вводят. Он его использует как есть. Хотя мог бы, а некоторые вводят. То есть в данном случае мы говорим, что если делается определение, то оно должно соответствовать таким-то канонам и делать с таким-то смыслом. Но оно может и не делаться. То есть если есть определение в рамках данной теории, то бессмысленно утверждать. Но это же не всегда так это определение. Это определение в рамках данной теории. Нет, видите, вопрос-то весь не в том, что там правильное, неправильное. Я нигде не говорил в своем выступлении, что кто-то вводит правильное определение, а надо ввести другие. Я говорил про то, что вот есть какая-то совокупность слов, вы говорите x, это и дальше совокупность слов. Если это совокупность слов вместе действительно указывает на что-то, что можно однозначно почувствовать именно как понятие, не как слово, а как понятие, то это хорошо. Но я считаю, что это не так. Проблема в том, что мы уже должны знать, о чем идет речь, чтобы понять... Конечно. Ну, конечно. Нет, естественно, если я буду говорить о понятиях, которые не знает собеседник, то вообще бессмысленно даже что-то определять. Ну, во-первых, так, возьмем энциклопедические определения, они специально предназначены для того, что даже человек, когда не знает значение слова, он должен его из этой статьи узнать. Он может не знать. То есть я беру некое... Я вот слышу слово «не знаю», первый раз слышу это слово, я ползу в энциклопедию, и по прочтению этой статьи я должен понять, о каком понятии идет речь, что обозначает, какое понятие обозначает это слово. Поэтому не всегда так, что я должен знать. Еще я продолжу. Во-вторых, то, что вы говорите, имеет отношение только к общему употреблению в языке. Если я говорю о теории, вот о теории какой-то, о своей даже, просто о своей, то есть у меня четко прагматическая цель, я четко знаю, какое там понятие. Я знаю, четко это, и я подбираю, то есть я... Вы понимаете, что вот то, что вы описали, оно действительно прекрасно работает в математике, и это все работает на базе теории множества. То есть есть, допустим, общее понятие, да, вот есть слова, которые, не знаю, описывают животное, да, животное, которое на четырех ногах. Мы понимаем заранее, что такое четыре ноги, что такое животное, да, и мы в этом животном вот выделяем вот эту собаку, да, выделили ее, потом назвали собакой. Да, да, да. Вывод, к чему? Это плохо работает во многих местах, это никак не работает во многих местах. Это никак не работает вообще с действиями, как минимум. Это никак не работает с действиями. Оно не должно работать с действиями. Я описываю работу в рамках рациональной, формальной системы. Действий как бы у нас нет уже, что ли, в мире? Можно про формальную систему? Вот есть такая проблема? Есть, но их не нужно определять. Мы и так понимаем их. Ну нет. Александр, вот герметическая проблема такая есть. Она, прежде всего, как бы, когда изучали историю, на нее обратили внимание. Дело в том, чтобы, допустим, вот берем какую-нибудь античную, там, не знаю, теорию, ее назвать, или просто такой концепт. Мы ее не понимаем не потому, что, как бы, нам это не хватает ума, а потому, что контекст другой. Мы не понимаем, что они имели в виду, как бы, да, вот, в контексте культуры. Да, 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 да. Не имели. И они тоже вводили определения. Да, да, да. И что именно такое? Но их определения для нас уже не было. Конечно, конечно, я понимаю. Так я и говорю, определения только того, кто определяет. Нет, потому что нет формальных систем, на самом деле. Потому что это некая наша мечта, вот так вот, чтобы сформулировать. Ну, Влад, 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 конечно, Влад, опять же, это из вот этих «но». Естественно, естественно. Я понимаю, что есть какая-то формальная система, которая там термин определила, а вот какой-то с опорожей сидит, он использует. Влад, Влад, когда я говорю, что есть рациональная формальная система, этим я отличаю, что это не художественное произведение и не поэзия. А я не говорю, что она абсолютно рациональна. Я не сказал, что нет абсолютно рациональных систем. Невозможно дать исчерпывающее языковое определение, которое... Нельзя этого. Но это нужно делать для того... То есть вопрос в чем? Отказаться? Нет. Мы должны понимать, что мы должны, используя некий термин, прежде чем его использовать в статье, оговорить, в каком значении, в рамках какого понятия мы используем этот термин. Это же нормальное требование. Нет, это требование статьи, понимаете? Это чисто институциональная история. Нет, 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 извини меня. Это нет. Во-первых, я не работаю в рамках институциональных. Ну, вы пытаетесь наследовать это? Нет, абсолютно. Абсолютно не пытаюсь. Но я понимаю, что если я... Кто от вас требует вот этого? Я от себя требую. Я от себя требую. Потому что я понимаю, если я напишу типа как Хайдеггера, там вообще ничего понятно не будет. Вообще. А ты понимаешь Хайдеггера? Нет, дело в том, что... А он хотел донести то, что можно донести таким языком. Вот. Если человек хочет донести другое, то он требует другой язык и другие правила. Я же не говорю, что всегда нужно. Вот в том-то и дело. Что вот возвращая... Вы сказали, что определение может быть вообще отсутствует. Может, абсолютно может. Может, они вообще не нужны. Может, надо просто о самом сути дела говорить и так. А вот когда ты считаешь, а что является сути дела, должен определить, а что такое сути дела. Это бесконечно можно определять. Вы как бы не видите, что тут есть герминистический круг. Мы как бы исчерпывали слова и вернемся к тому же самому. Гулад. Масло есть масло. Или там собака есть собака. Вот этот герминистический круг к нему апеллирует тогда, когда чаще всего лень работать со словом. Потому что все равно нужно. Слово естественного языка. Слово естественного языка. Считайте, что есть какой-то произвол. Я говорю, что нет произвола. Вот как-то в естественном языке есть слово. Я не могу сказать, что на самом деле вы все дураки, но я именно на истинное значение. Ну, Булат, ну по опыту, большому опыту общения, вот вы на философском штуре много общались. Вы же видите, что 90% непонимания между обсуждающими идет потому, что они говорят просто на разных языках. И больно, то есть я убеждался огромное... Не на языках, а используют просто темы? Так, ну, нет. Я считаю, что не хотят понимать, как вот мы с Игорем. Нет, то есть и когда начинают пересказывать то, что они поняли при прочтении другого, я же вижу, что они уже читать не умеют. Ну, на мой взгляд, что они читают, где они это вычитали, как они... Экзистенциально... Вот. Ладно, давайте я несколько... Значит, первый тезис Антона, на который я хочу... Это про мирный жест и давайте договариваться. Не говорил этого я. Вопрос не договариваться между... Булатом, вот давай с Булатом мы договоримся, что будем вот так. Нет, 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 нет. Давай договоримся, что я буду называть так, а ты будешь называть так, и между нами поэтому не будет конфликтов. Я говорю, что это не так, что за слово сознание вы должны бороться. Не должны, абсолютно. Потому что это... А Россия ждала служба. Почему? Все, значит... Нет, вы бороться... То есть вот это бессмысленное понятие бороться, зачем мне... Так я объясняю, зачем. Потому что мы все этим занимаемся. Нет, не занимаюсь. Понимаешь, если бы меня понимали и назвал этим словом «а» и писал бы, это меня удовлетворило. Но поскольку здесь нет хорошего, правильного решения, здесь нет. Я прекрасно понимаю, если я не буду использовать слово сознание, меня не поймет эта часть. А если я буду использовать слово сознание, меня не поймет эта часть. Мне приходится как-то выбирать между... Ну и решать, вот так или сяк, так, сяк, так, сяк, так. И 49 на 51. Вот так. Нету правильного решения здесь. Давайте дальше. Короче, психоаналитическую часть вы откидываете. Абсолютно откидываем. И типа мы хотим этого слова. Не хотим, не хотим, не хотим. Вот высота, за которую мы боролись, не нужно. То есть совершенно не нужно. Абсолютно сдался. Да, я сдался. Вот. Нет, это просто... Это самая изощренная стратегия. Человек, который пытается... Человек, который... Да. Человек, который пытается определить слова, то он явно языком не владеет. Понимаете? То есть, ну, если говорить об энциклопедических вещах, то это высший пилотаж владения словом, высший пилотаж, которым не владеют. Часто, часто. То есть требуется, требуется высший пилотаж владения словом. Но очень часто в энциклопедиях, в словарях... Я это сказал сразу после того, как сказал про детей, которые учат язык, и иностранный язык. Речь идет о том, что прежде чем что-то сказать, сообщать, что будут значить слова, это значит не владеть языком. Да, да, да. Но в данном случае нужно все-таки это относить не ко мне, потому что я говорю только о научных теориях и все. А вот скажем так, я всеми руками за и за всем, почти каждым словом вашим подписываюсь, что касается языка, вот языкового поведения. Потому что мы действительно не можем определить и не должны определять. Мы попадем в регрессию, если будем объяснять все. Это же невозможно. Но когда я хочу что-то пояснить и вижу, человек не понимает, необходимо начинать разбирать в словах. И сейчас так бывает, человек не поняли, что он говорит, давайте, стоп, вот есть предложение. Вот это вот понятно? Вот это понятно? А, ну здрасте, вы это слово понимали? Это типа я говорю про эволюцию, имею в виду иерархическое восхождение, вот эволюционное. А человек понимает эволюцию как противоположность эволюции. И он читает, прочитал целую книгу про эволюцию, но там видел только медленные, постепенные изменения чего-то. Вот. И таких вещей очень много. Когда человек оказывается, либо я пишу глобальный эволюционизм, тут скакивает профессор, говорит, как же, как же вы говорите глобально? Это что, относящийся к глобусу? Ну, понятно, слово глобальный и глобусы однокоренные, но никто уже от слова глобальный, не образуя слово глобальный, не понимает, относящийся к глобусу. А глобальный, что-то такое. Ну, еще бы, а он говорит, профессор Назаритян на конференции, нужно говорить универсальный, универсальная история, эволюционизм. Я хотел спросить, а что, от универсального магазина? Или от универсальной отвертки, это что ли, от чего там нужно образовывать? И вот, оказывается, что люди читают, и нужно... От универсума, да. Вот, давайте еще какие-нибудь. Предлагает дать определение всем словам. Не предлагаю. То есть, не предлагаю. Нет, вот с точки зрения энциклопедии, вот я хочу сесть, скажем, написать с философской энциклопедией, дать определение. Но это не имеет отношения, дать определение ко всем словам. Он существенно. Да, он считает, что все должно быть всему давно на определении. Не считаю, и не должно. Даже в рамках теории, не всему, не то, что не должно, невозможно. Что нельзя было немножко вокруг вас красно? Можно, можно, можно было. Нет, я просто так. Полагаю, что часть предшествует целому. Ну, не полагаю. Явно, то есть, требование определить исходит из того, что определив часть, мы можем определить целое. Вот это действительно некое заблуждение по поводу того, что определения нужны для того, чтобы строить что-то из частей целое. Делать некую дедукцию. Не обязательно. Не для этого. Просто для того, чтобы, скажем, мы, начиная, приступая к неким рациональным построениям, к рациональным обсуждениям, в частности, философским, мы должны обладать некой структурой понятий. Некой понятийной сферой какой-то, набором понятий, множеством понятий. И эти понятия мы должны зафиксировать. Понятно, что мы из них будем строить. Но если есть хоть какое-то сомнение, что это понятие не зафиксировано как-то, и может его понятие эволюция не так, а сяк, то я должен писать, я буду использовать. Так вот и я об этом и говорю. А противоположное дочка зрения состоит в том, что построив уже нечто из этих понятий, не определяет. Они всем построением будут определяться. И это гейтель. Да. Понимаете, но вы против этого? Я не против этого. Дело в том, что здесь нужно понимать тот же круг, что изначально мы обозначаем просто, что тут показываем, что вот это вот, ну типа, опять же, пример из себя. Когда я вожу распределённую во времени сложность и параметность, я изначально не пишу, что это. Я говорю, ну это вот габариты во времени. Вот здесь габариты в пространстве, стола, да, а есть какие-то габариты во времени. Это не определение. А если получится так, что вот как бы то указывание, которое вы изначально дали, да, чтобы просто люди, как вы рожаетесь, понимали, о чём идёт речь. Не помнили. Вот, нет, если потом в результате построения, вот вся система в целом будет указывать на совершенно другое смысл. Другое может быть, да, другой смысл. И как же так получается? А, нет, всё правильно. Я говорю, это по-гегелевски. Именно по-гегелевски. Я скажу, что я сначала, то есть определение, это не то, что я вот, вот это так и никак. В смысле, что определение, это ограничивание. Как по-латыни у нас было, дефинитиво, ограничение. Потому что я сначала ограничил так, потом расширяешь, а потом вот вообще уйти. И я так и пишу у себя, что вот то, что я говорил раньше, теперь забудьте. Это было дано для того, чтобы хоть обозначить, показать куда. Легко, когда все понятно, когда табурет, это табурет, да. А когда это новое понятие, которое вводится, его действительно очень сложно как-то зафиксировать. Ну вот то, что сейчас вы говорите, мне как-то оно входит в некоторый контрапункт со всем тем, что вы излагали. Нет, не входит. Это, скажем, опять же, нужно понимать, вот как с Булатом мы говорили, нужно понимать, что есть некий, вот когда мы начинаем, даже, мы прочитали два определения, определения из энциклопедии. Каноническое, совсем строгое что-то, да. Потом мы стали это расширять. Естественно, расширили для того, чтобы, как бы, противоречием с того, с чего начали. Но в данном случае мы прошли некий круг, но определение начальное все равно нужно давать. Понимая, что оно ограничено, что оно конечено, что оно может быть самим же дальнейшим развитием отрицаться. Вполне возможно. В рамках отдельной теории, так как бы, как подразумевал гений. Так и рационально. Рациональность может быть только локальная, я говорю. Вот локально, рационально. То есть мы требуем локальную рациональность. Но рациональность не подразумевает, что наш конечный вывод будет абсолютно соответствовать начальному. А рациональность, она особенно в сложных системах, в философских системах. Вы же прям, вы же сейчас выступаете как апологито диалектики. Конечно, я диалектик. Да? Вот огромное количество людей. Вы сколько раз спорили с ней, казалось бы. Нет, 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 нет. Я спорил всегда с Диаматом. Я по исходному своему, как бы, крещению философскому, диалектик, читавший по ночам в армии, по 5-6 часов ночи, конспектируя логику Гегеля. Понятно. Александр, простите, я много вы не знали. Вот. И на философский штурм я пришел именно с темой, с диалектикой. Это там обсуждали. Там можно посмотреть вначале кучу-кучу статей у меня есть. И, кстати, если... Ну, по-моему, как раз тогда говорили, что, в общем, никакой диалектики нет. Нет, наоборот. Это Булат тогда говорил, а я утверждал, что есть диалектика. Ну, там, диалектика шкафа, где-то мы говорили. Диалектика шкафа, где-то мы говорили. Вот. И если говорить о хоть каком-то рациональном решении диалектического рассуждения, то я предложил вариант в своей обратной логике, предложил какое-то приемлемое понимание вот гегельских переходов и рациональное его оправдание, то есть в обратной логике. То есть как можно инкорпорировать противоречия в рациональную систему. А то, что многие Берия у нас постоянно комментируют, называют там метафизиком, правда, он не очень-то понимает, что метафизика — это не то, что противоположная диалектика, он просто диаматом начитался. Я против диамата, да, против диамата. Не против диамата, я вижу, что это вообще не теория, это просто набор каких-то недоразумений. Хотя, хотя в этих недоразумениях я сам верил, читал Энгельса, хотя тоже немножко удивлялся, читал Ленина. Ваша теория про субъект, это не метафизика? Метафизика, конечно. Масса против метафизики? Нет, он говорит, что я... Еще о метафизика. Нет, он просто неправильно понимает, что такое метафизика. То есть диалектика — это тоже... Диалектика гегельевская — это тоже метафизика. Я просто гегель противопоставил метафизику. Не противставлял. Если прочитать, старая метафизика противставлял. Когда он упоминает метафизику, он говорит, старая метафизика. Но просто диалектику метафизики, он вообще не мог противоставлять диалектику метафизике. Не именно диалектику, конечно, это не такое. Спеклативную логику он противоставлял старой метафизике, при этом понимая, что это является метафизикой новой. Да, он просто никогда не был. Я специально исследовал, смотрел именно все упоминания, а это уже диаметр. Старая новая, это все, что Дагеги. Да, Дагеги, метафизика старая, а сейчас он занимается новой метафизикой. В этом смысле он же оппонировал Канту. Если Кант сказал, что метафизика невозможна, то Дагеги демонстрирует, что нет, вот смотри, она возможна. А противопоставление в общей метафизике и диалектике, это диаматовское изобретение, сугубо диаматовское. Я не помню, кто первый, но может быть даже от Ленина пошло, когда он стал метафизикой метафизики. Или спекулятивной логикой, в конце концерта? Ну, я, скорее всего, все-таки не диалектик сейчас уже. То есть, скажем, когда я начинал заниматься эволюцией, проблемой эволюции, у меня была сверхидея применить диалектический метод. Как же сказано было, что диалектика – это теория эволюции. И Гегель вроде как бы там эволюционирует, понятия, все. И когда стал заниматься, занимался, 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 в конечном итоге понял, что, ну нет, ну не притянуть за уши туда диалектику. Не притянуть. И когда начинают люди говорить, что, ну а как же развитие этой теории диалектики, я говорю, давайте, пожалуйста, вот антогенез, вот, пожалуйста, там эволюция. Где-то, вот биологи занимаются этой теорией эволюции, эволюционные биологи, или антогенезом занимаются, где вы там нашли какую-то борьбу противоположностей. Ну нет, это как философский концепт, да, то есть это только промышление. То есть, скажем так, противоречие есть в мышлении, и сама диалектика только промышление. Ты можешь, скажем так, ты можешь мыслить диалектически, как биолог, но ты откроешь только биологические какие-то закономерности, которые сами по себе диалектическими не будут. То есть там нет диалектики как таковой, в самом предмете. Диалектика есть только вот там. А вне нас только то, что мы можем осмыслить так, как диалектические, но не найти какие-то противоположности там полно. Но если он не разделял бытие мышления, то вот тут уже... Нет разделения на самом деле. Нет, да. Он не разделял как? Он не разделял в сторону мышления, перебрасывал в сторону бытия, или перетаскивал бытие в сторону мышления. А он скорее всего-таки бытие притаскивал в сторону мышления, и поэтому диамат делает обратное, переворачивается. И поэтому ссылаться здесь на Гегеля некорректно. Ну ладно. Это некорректно, потому что есть такая позиция. Ну есть, есть, есть такая позиция. Есть диалектики противоречные? Вот. Но это может от темы отлеглись, поэтому закрываем. У меня вопрос остался, вы мне ответили. Определение самого слова определения, да, из чего это, и на другом языке, и термин. Термин я повторил несколько раз. Нет, а откуда это слово произошло? Это что, не русское? Откуда оно? Термин? У нас не русские придумали, да? Да, не русские придумали. Термин – это специальное слово в какой-нибудь теории или в какой-нибудь области. Я имею в виду расхождение, это вообще откуда слово русское? Термин, наверное, в латинский я не посмотрел даже. Дефиниция? Нет, дефиниция, определение – это дефиниция. Как раз дискуссия Александра – это не важно, откуда. Дефиниция. Я читал в самом начале, что дефиниция – латинский предел, граница. Да, дефиниция, но определение по-русски – это… Определение предела. Ну, это также положение предела. Определение предела. А ты, термин, наверное, греческий или латинский? Латинский. Латинский термин. Как переводится термин. Частица, да, наверное? Нет, вряд ли. Ну, я вот точно не посмотрел, не буду… Ну, опять же, в микрокосме Александра это не имеет значения, понимаете, откуда там произошло. Вообще странно говорить о двух этих словах, это долгое время и… Нет, нет, но у ай-гора зависит на x, y, понимаете? Дело в том, что этимология не всегда помогает. Иногда помогает, иногда нет. Поэтому это несущественно.